Приветствую, друзья! Хочу вам показать два боя. Игра против пехомолота. И подсказать вам такие небольшие нюансы, которые будут отличать вас от, скажем так, других игроков, которые не смотрят мой канал, менее опытных. Поговорим про пехомолот, что можно против него сделать и вообще эффективность пехомолота. Развитие у меня получше. Союзник построил одну ЦС, вторую построил медленно, поэтому пока у него две ЦС у меня уже пять работают. Появляется еще одного союзника. И, собственно говоря, я выхожу быстрее в следующий уровень штаба, даже с учетом того, что он как бы собирает море. Но, тем не менее, я выхожу быстрее где-то секунд на... Не знаю, может быть, на 20, на 25. Вроде бы немного, но на самом деле это важно. Более того, мне повезло, никто море не взял. Да и на самом деле конфедерации неудобно брать. Здесь море, надо как-то ставить СД-шку сюда, когда-то на центре. В общем, не всегда удобно это сделать. Поэтому море я забираю. У меня еще большее преимущество. И я буду выходить, собственно говоря, в баракуды. Да, чтобы выполнить контракт. Кстати, его я выполнил. Поставлю минки. На девятой минуте, к сожалению, быстрее не получается. По-другому, скажем так, никак. Отлично. И буду трашить моего союзника. Я говорю союзнику, вот смотри, иди сюда, поднимай свои кречеты, потому что надо. Есть три кречеты, кстати, именно та сумма, которая нужна. По-моему, три кречеты выбивают один молот, поэтому да. Здесь нужно срочно ставить казармы, прямо сейчас ставить казармы, кучу стрелков нанимать, не гренадеров, все выдвигать назад и стараться выбить молоты. Потому что здесь их всего лишь семь штук. Ну, надо выбить молоты. Может быть, даже с флешем что-то удастся сделать. Явно не пехоту. Ну, что у нас есть у напарника? Я говорю, что будет раш. Знакомый мне один из игроков. Тем более, здесь всего лишь три ЦСки. Здесь пока что четыре будут выходить в авиацию противник, собственно говоря. Вот, авиация. Кстати, стоковая. Наши оппоненты знали, что шансов у них, в принципе, выиграть нет, но даже с учетом того, что у моего напарника очень хорошая прокачка. Может быть, фуловая, точно не знаю. Но, тем не менее, продавить не так уж и сложно было вертексом, молотами, потому что многие из игроков попросту не готовы. Вот. Я, например, в таких ситуациях ставлю один уровень тяжелых мин. Ну, хотя бы один, да. Может, с пехотой как-то справлюсь. Вышки не всегда строю сразу, но, тем не менее. Потеряны два кричита. Один был уничтожен. Вот. И как бы сижу на базе. Здесь, правда, я строю баркуды. Ну, так, по приколу. Надо выполнять контракты, конечно. Ну, вот. Поэтому второй аэродром вообще не нужен. Это потеря ресурсов. Надо копить армию, ставить вышку где-то здесь, здесь. Казармы здесь. Ну, здесь ставится вышка. Ну, зачем эта вышка спереди? Чтобы была мишенью. Ну, это, конечно, грустно. Ее сразу того. Минус 340 ресурсов. Это, конечно, печально. Кстати, очень слабый вертекс. Он буквально только никакого урона не нанес. Так, отлично. Я быстренько сломя голову, устрою кричит. Я же не знаю, какой там вертекс. Поэтому быстренько все это надо сделать. Задерживаю противника с помощью пехоты. Броники беру вот сюда. И сейчас я вам покажу, как использовать броненосцы правильно. Очень редко такое бывает, но, тем не менее, надо это запомнить. Во-первых, у меня 4 броненосца, более-менее фловые по броне хп. Ну, в смысле, на данный момент у них жизни хп фловые. И мы берем и фокусим юнита, фокусим и сразу останавливаемся. Фокусим второй юнит. Не всегда это получается. Команды не слушают игра. Но, тем не менее, надо фокусить урон, чтобы, во-первых, нанести максимальный урон, потому что движение у нас штраф. Во-вторых, выбить именно определенную цель, чтобы дополнительно получить меньше урона. Ну, и там, в принципе, все, что можно показать в данном бою. Сейчас я подниму свои кричиты. Возвращаюсь, даже не пытаюсь здесь что-то делать. Над элигатором пролетает противника. Отлично. Ну, и я возвращаюсь обратно. Выбиваю почти 90% аэродрома. То есть, он стоковый. Вот. Ну, и на этом, в принципе, все. Здесь уже, наверное, показывать нечего. Шесть центров снабжения у зеленого игрока. Уже, в принципе, атака провалена. Но, тем не менее, даже таким образом, наши противники неплохо продавили моего союзника. Они явно в тайминге его остановили. Ну, и, конечно, у них прокачка очень слабая, даже с учетом того, что они хорошо играют. Но все-таки прокачка у них недостаточная. А здания моего союзника, они, ну, скорее всего, фуловые. Фуловые до упора. Так что, вот так вот бой и проходит. Я бы, конечно, ставил бы противопехотную мину куда-нибудь вот сюда. Вообще, выдвинул бы стройдвор как можно ближе сюда. Поэтому я всегда ставлю не здесь SD-шку, а даже не знаю. Ну, в принципе, правильно она стоит более-менее. Но, тем не менее, тем не менее, надо SD-шку выдвигать куда-то сюда и стараться построиться где-то вот здесь казармы. Вот, а здесь немного мин поставить, чтобы хоть какое-то иметь преимущество в позиции. Так, здесь до заказ, но, конечно, кречеты есть, вертексы потеряны, вряд ли они восстановились. Ну, тем более, они были продамажены. Вот, но, тем не менее, даже с таким учетом сопротивление может построить, ну, там, пару кречетов яги и на этом все. А молот универсален, но он почти не уступает ягуару. По броне хп-так это вообще более-менее равные юниты. Только урона ягуара побольше, конечно, будет. Поэтому вот так вот и получается. Давайте перейдем в следующий бой. двое игроков 16-го ранга с премиумом фигово это. Будут они на красных бустах. Зеленого игрока почти 800 улучшений, не 900, как предположил мой союзник, но все-таки 800 это на самом деле аргумент. Вот, поэтому используем сразу буст голд разведки. Надо это сделать. Наши противники также на голд разведки бегают. Я уже переключился на красное снабжение, но, в принципе, уже не нужна нам разведка. А надо снабжение. Напарник строил помедленнее ЦС-ку. Кстати, оба моих союзника 98% побед. Вот, и тут, конечно, должен тащить мой напарник, потому что у меня 13-й ранг, я ничего не смогу сделать 16-му рангу, просто нет таких юнитов сопротивления. В конфедерации хотя бы есть вертекс, более-менее универсальный и молот, который, ну, даже с учетом разницы в ранге, в принципе, неплохо себя показывает. Выхожу в верфь, но 5-ка остается, конечно, нет. Ставлю глазок. Вижу, что здесь, в принципе, ничего нет, поэтому возвращаюсь забрать свой контейнер. Ну, и пока что полить аллигатор я не буду. И нам крайне повезло в этом бою те, что противники решили выйти в пехом молот. Это странное решение для этой карты. Ну, можно, конечно, выйти, но надо ставить торпедку. Наши же противники решили быстро нас зарашить, думают, а, там слабенькие игроки, 13-й ранг, ничего не смогу сделать. Я потихонечку развиваюсь. У меня здесь, кстати, 6 ЦС-ок. Развитие будет явно получше, чем моего союзника. Он только сейчас ставит 6-ю ЦС-ку, когда, в принципе, он уже на 8-й минуте она себе явно не окупит. Ну, я говорю союзнику, чтобы надо разведать оппонентов. Я также видел здесь завод молота. Поднимаю кречеты. Где-то секунд 10 спустя я их поднял. куда вы идете-то? Угу, угу. Так, и беру свою армию в кулак. Чуть-чуть что-то сделать надо своими кречетами, но здесь просто огроменная армия. На самом деле, для 8-й минуты это очень даже неплохо. Где-то штук 25 молотов, здесь может 20 только. Очень много пехотинцев. И, естественно, двумя ягуарами здесь суп не сваришь, тем более вот эти два дикобраза, три дикобраза бесполезная вещь. У них просто нулевой урон по молотам, поэтому поэтому нет. Вот. Молот справится с двумя дикобразами в одиночку с легкостью, поэтому лучше, конечно, ставить по вошке. Либо куда-то выдвигать назад свои дикобразы, но явно не использовать их спереди. Это бесполезно. Я строю стрелков, чтобы выбить вот эту армию. К счастью, штурмовики заняты казармой, поэтому строим казармы. Надо было, конечно, поставить такой ситуации здесь вышку и вот здесь вышку. Я стараюсь хоть как-то восстановить свое топливо. Вот. Уничтожая более-менее нормально противника, наш оппонент почему-то не фокусит уроном, просто проезжается по базе. Зеленый вроде бы хотя бы вот это здание уничтожает, но непонятно зачем, непонятно. Вроде бы, что вертухи не были, но тем не менее. Надо было, конечно, уничтожать мой аэродром, но нам очень повезло. Задание у союзника крепкие, использует он, скорее всего, голду, поэтому оборона более-менее успешно проходит. Если бы здесь была бы атака на 2 минуты позже, но было бы дополнительно 7 тайфунов, то, конечно, моя авиация уже сделать ничего бы не смогла бы. Только бы, если бы позволила противнику выдвинуться вперед в центр базы, тогда да. Ну и у меня есть, конечно же, аллигатор. Закончилась постройка кречетов. Есть возможность сфокусировать свое внимание на ягуарах, собственно говоря. Я иду уничтожать завод. Воспользоваться преимуществом. Пару молотов ударил. Отлично. Здесь уничтожается завод, наверное, ставится завод тайфунов. Не вовремя, потому что у нас будет атака-то не авиацией, а именно наземкой. Плюс аллигаторы есть. То есть мы их не спалили. И неправильное решение было уничтожать себе завод. В принципе, три повошки это более чем достаточно. Можно терпеть откречета пока что, если поставить, конечно, здесь повошки. Ну что ж, и все. На этом как бы бой заканчивается. Мы продавили нашего оппонента. Сейчас еще используют буст флота. Не знаю, зачем, правда, но тем не менее побыстрее все это дело выбить. Может быть, примерно до суда. То есть мы сможем все вот эти задания выбить безнаказанно. Извините. Ну и, собственно говоря, плохая была мысль использовать пехомолот. Они актуальны на самом деле где-то до рангов 18-19. Они реально контролируют карту. Но вот на такой карте, где есть флот, мне кажется, не совсем правильно. Ну и банально, если вы идете в пехомолот, мне кажется, что в тайфун все-таки нужная вещь. Либо надо нападать быстрее, как-то разведывать противника, либо реально строить тайфун. Тем более, когда против вас сильные игроки, которые, в принципе, понимают, что к чему, они обязательно должны выйти в кредит. Без него никак. Поэтому, да, конфедерация намного гибче сопротивления. До голд лиги, где уже молот не страшен, реально контролируют карту конфедерация, вы вынуждены беречь все свои ягуары, потому что у вас будет один-два ягуара против десяти молотов. Ну и, собственно говоря, тяжело будет вам. Придется ставить антивоздух, кречет, пехоту, вышки, без этого никак. Ну и, естественно, дикобраз вообще не строить, потому что это ресурсы на ветер. Так, здесь собираюсь подсказать союзнику, чтобы он выдвинул свою армию сюда, чтобы яги все это сделали. Дикобраз вообще надо это двинуть назад, но, в принципе, это уже не важно, здесь нас слишком много, двое против одного. Играл, кстати, зеленый игрок на красных густах, но что-то пошло не так. Вот, я думал перебить все это дело с помощью ягуара в союзниках, но, в принципе, уже не особо это и важно. Ну и, собственно говоря, все. Противник сдается. Вот такой вот бой получился, надеюсь, вам понравилось. В первом бою, в принципе, были слабенькие игроки, но, как бы, и союзник был, как бы, супер-пупер тащер, 98%. во втором бою были противники, реально перекаченные выше ранга, но чуть-чуть атака их нехорошо прошла, они били почему-то казармы пехотинцами, вместо того, чтобы сметать полностью пехоту на ходу. Ну и как-то надо было фокусировать, наверное, здание, может быть, штаб выбить, не знаю. Ну что ж, подписывайтесь, пишите ваши комментарии по этому поводу, и следующий бой будет с применением луча.